Что плохого в мате? Для начала назовем мат как положено, сквернословие. Смотрите, Христос говорит, от избытка сердца говорят уста человека. То есть, если представить, что наше сердце это некий сосуд, который заполняется, и вот когда сосуд переполняется, мы начинаем говорить. Если я нахожусь в состоянии добра, я говорю добрые слова. Видели ли вы когда-нибудь человека, который говорит добрые и нежные слова и при этом сквернословит? Я таких не встречал. Даже самые страшные сквернословы, когда говорят что-то нежное, не употребляют матовых слов. Когда я исполнен любви к Богу, я богослов. Когда мое сердце переполнено скверной, я сквернослов. Если я живу пустой жизнью, я пустослов. Если я нахожусь в состоянии праздности, я празднослов. Если я злюсь, я злословлю. А апостол пишет, никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, чтобы оно доставляло благодать слушающим. То есть мы должны находиться в состоянии добра, в состоянии любви. И тогда никогда мы не скажем никаких гнилых слов, а будем всегда приносить только благо. Помните, что слово, если не подкреплено реальным нашим таким добрым состоянием, оно, к сожалению, пустое. Ничего не значит и ничего не дает. Помните, как про Христа говорили? Он говорит, как власть имеющий. Христос говорил о любви и правда любил. Он даже любил тех, кто его распынал. Помните, он говорил, отче, прости им, потому что не знают, что творят. Даже так любил. Так что, друзья мои, слово без дела – это ничто. Давайте будем любить, и тогда мы никогда не будем скверословить. Субтитры создавал DimaTorzok